Кушаешь маслечко? Вкусно? Вот так ребенок кушает масло. Очень много масла у нас кушает габушка. Вот так сели. Удобно сели. И кушаем масло. Почему все дети так любят масло? Мне интересно. Вкусно тебе? Ну, кушаем и здоровы. Привет, друзья. Я сегодня хочу вам показать. У нас дом напротив продается. Но это не дом, да? Это часть таунхауса. Вы знаете, таунхаус это несколько домов, скрепленных воедино. И вот этот угловой домик продается. Хорошие ребята там живут. Местные молоденькие. У них двое деток. Ну, молоденькие наши ровесники. Там 33, ей где-то 33-35. Я думаю, даже может, да, где-то 35-36. Ему где-то 40. Вот у них двое деток. Вот они на прошлой неделе, смотрю, так фирму заказали, которая окна, значит, моет. Мыла им окна, потому что здесь такие окна, которые снаружи тяжело их мыть. Есть окна, которые ты можешь к ним добраться. А вот на втором этаже всегда, вот, допустим, три окна, и только одно из них открывается. Вы реально не можете физически чисто это помыть. Вот. Потом смотрю, у них, значит, они цветочки поставили. Вот. И смотрим, позавчера вывеска появилась на продажу. Идемте, я вам с улицы покажу. У меня в гараже. Я вчера здесь, вот, Костя купил вчера землю. Мы хотим облагораживать немножечко травичкой наш бэкьярд. Вот топсуэл. Это просто черная земля. Купил 10 мешков. В принципе, на наш бэкьярд нам нужно где-то вот оставить листья, которые я уже насобирала с прошлого года. Их надо будет выбросить. Я хочу наш бэкьярд. Вот. Уже сейчас такой сезон начинается. Значит, все за травой смотрят, за своей. То есть сейчас удобряют почву. Сейчас, значит, добрасывают, где нужно земли, на каких участках. И на уже, когда вы поставили удобрение почвы, насыпали, значит, слой земли, вы сверху сыпите уже семена непосредственно травы. И уже так можно освежить более-менее. У нас таких кусков достаточно много. Бэкьярд, вот, я вам могу показать, о чем я говорю. Вот, например, ну, видите, вот такие пролысины, да, как бы. Вот здесь большой кусок пролысины. Это все нужно... Вот здесь. Это все нужно заделать. Это все нужно сделать, чтобы более-менее была равномерная травка росла. Вот у нас уже смородина пустила листочки. Просто буквально все это происходит за несколько дней, буквально. Несколько дней, вот. Вот, видно, видите, листочечки, какие прелесть. Прелесть. Вот уже это черная смородина. У нас два куста. Все, вот это вот здесь такая земля, она подсохла, потому что дождя давно не было. Вот это мне нужно еще здесь земельечкой подсыпать. Вот это все малчим сверху, как я вам говорила. Малчим еще, надо купить сейчас. Вот мы сейчас занимаемся закупкой. Прекрасная погода. Сегодня у нас 1 мая. Вот. Вот елочка здесь. Одну же мы здесь посадили елочку более-менее, чтобы украсить. Здесь у нас тоже куст роз. Вот это вот куст роз. Здесь у нас мы все пообрезали. Здесь тоже, я забыла, гортензия, по-моему, мне сказали гортензия. Вот это у нас здесь будет расти. Здесь вот такие долгоиграющие кусты, шикарные листочки вырастают. Они зеленые летом, очень такие упругие, красивые формы. А вот к осени они становятся красными. Такая прелесть. И вот это тоже такие цветочки. Я не знаю, как они называются. Вот это вот у нас, как они, мельницы. Вот эти витряные их называют windmail. И Дошка их любит. Я его тоже как-то купила в этом, в Таргете. Продавали их по доллару две штучки. Вот это наши соседи. Вот сейчас тихо, птички поют. Скоро вот это дерево у соседа зацветет. Вот, в общем, короче, вот я вижу наших соседей, которые вот так вот выставили дом на продажу. Вот объявление, for sale. Вот. И все. А вот это вот у нас висели, продавали вот здесь люди, продавали соседи. И уже исчезло по объявлениям. Мы не можем понять, или они передумали продавать. Или, ну, не может быть, чтобы купили, потому что когда покупают, выписывают надпись sold. Здесь не было написано sold. Здесь просто они сняли. Видимо, они передумали продавать. Потому что и объявление из MLS исчезло. МLS это такой общий сайт, там, где, как общая база данных всех, всех домов. Вот. И, в общем, оно исчезло. Так, здесь ветер такой. Вот такая погода. Вот так тихо на улице. Все на работах. Вот наш сосед что-то там делает. У нас пенсионер, так он все по хозяйству. Вот. А мы елки вставили в землю. Там с глиной. Раскопали. Ну, надо присыпать. И вот это вот все сверху я покрою вот этим малчим. Сверху будет все красиво закрыто. Чтобы земля могла сохранять влагу. И чтобы это было, ну, чисто визуально. В плане декоративности, да, вот этого всего. Чтобы это было красиво. Потому что здесь какая-то лысая голая земля. Это некрасиво. Ну, вот сейчас, конечно, проведет время. Здесь все вот эти цветочки распустятся. Будет красиво. Там уже начинает расти вот этот... Привет. Сегодня еще такая погода. Уже хочется начать перекладывать. Все. В общем, короче, нужно... Сейчас большая работа. Вот эти коробки я всегда сохраняю от обуви. Я в них мою обувь, допустим, зимнюю. Складываю. Раскладываю в коробке. Это очень удобно хранить. Чтобы они в пакетах не валялось, обувь не мялась. Поэтому вот сейчас предстоит мне вымыть обувь, которую я еще не домыла. У меня вот здесь внизу зимние ботинки вот такое. Можно домыть вот это, спрятать по коробкам, разложить. Дальше куча еще у нас... В общем, зимнее пальто у нас, куртки. И, в общем, это все тоже нужно разложить. Моя любимая пальтишечка. Это из Old Navy. Мне подруженька моя подарила. Она купила. Говорит, Инна, слушай, ну у меня уже столько их разных. Давай я тебе подарю. Я говорю, я с удовольствием. Во-первых, я люблю такие вот цвета. Желтый, зеленый. Я очень люблю. Видите, это моего малого куртка. То есть тоже такой достаточно яркий цвет. Вот это все нужно что-то постирать, что-то просто выветрить, просто все поскладывать, потому что оно занимает место. Все это нужно перенести. А сюда снести более такие вещи уже весенние, легкие, разные. Так что, в общем, с этим еще нужно разобраться тоже. Это такая работа. Я никак не могу себе найти силы вот это все сделать. Надо делать. Вот наши вот здесь тюленьки висят. Ну, они панели такие, не знаю, мои, которые мы в Икеа купили. Я ими очень довольна. Оно очень красиво. Оно, понимаете, и пропускает свет в течение дня, и свет пропускает. И красиво, чисто декоративно красиво. И, как сказать, доступно по цене недорого. Они, по-моему, 20 долларов стоило каждая. И это очень красиво с улицы смотрится. Я вот сейчас, недавно, когда мы спустились на Бекьярд, я посмотрела, оно так красиво смотрится. Вот, что у меня тут еще интересного. Тут у нас бордельера такая немножечко. Вот это вот мои с огорода. Я даже не думала, что они вот так будут стоять. Я думала, они обсыпятся. Вот это вот эти гортензии, которые я вам сейчас показывала впереди. Вот они вот так вот вырастут. И они не так понравились. Они сломались у меня. Я их отрезала. Я думаю, поставлю в вазу просто. И они вот так вот высохли. И вот так вот они стоят. А это Костина мама нам посылку прислала. И передала вот Косте из Винограда вам. Украина. Вот Виноградев. Такой флажок с Виноградовым. Вот. И что могу вам показать на Бекьярде? Я хочу вам показать, вот даже сравнить. Вот я говорила про траву, что каждый человек свой Бекьярд сейчас как бы облагораживает. Так вот, посмотрите, вот моя трава. Во-первых, ее нет. Туда пролысины, бесконечные пролысины вот такие вот. И вот у соседа. Видите, даже несмотря на то, что просто сейчас трава еще не до конца, ну как бы не выросла. Это сейчас не лето. Лето можно будет увидеть и сравнивать. Вот моя трава после зимы и вот соседа трава после зимы. Во-первых, она более густая и она более зеленая. И она там есть. У меня вообще непонятно там что. Ну, за Бекьярдом не смотрели, как я и говорила. Мы в прошлом году руки туда не дошли. Мы просто вырвали все вот эти вот буряны и вот это вот все. Просто подстригли траву, чтобы там можно было хотя бы ходить. А в этом году уже нужно немножечко облагородить, насыпать удобрение почвы. Вот сейчас мы будем на этой неделе насыпать землю и через недельку где-то вот эти вот семена травы. И еще пару кустов купим. Так вот, хочу вам показать. Видите, как они? Он уже удобрил. Он посыпал земельечку. И я буквально вчера видела, он уже сыпал семена травы. Потому что у него тоже какие-то пролысины, залысины были после зимы. И вот он вот таким образом делает тритмент. То есть вот так ухаживает за этим всем делом. Присыпал под каждое дерево тоже земельчики. Вот как-то так. Кто сюда пришел? Кто здесь? Привет! Привет, Бузя! И Доша ей показал, что можно залазить за вот этот барбекюшницу. Она теперь лазит туда и все, я устала бороться с ней. Ну, в принципе, мы с Костей постели, там все это тряпка закрыта сзади полностью вот этим тендером. Вот. И не тендером, тентом. Вот все, заползла. И сидит там. Но Костя говорит, не вытаскивай уже, она все равно будет за ней бороться, она еще глубже будет уползать. Все, спряталась. Вот так вот все, вот она вылазит вокруг. Обошла по кругу. Ку-ку! Привет! Я хочу вам показать вот у Идошки комнатка. Здесь немножко так игрушечки побросаны. Доску вам хочу показать. Да, Габриэль? Хочу вам показать доску, о которой мы говорили. Вот. Идос Working Wall. Его рабочая стена. Мы очень сильно ей гордимся. По нескольким причинам. Во-первых, Идосу очень-очень ему это нравится. Потому что здесь очень много информации. Пока что ее не видно. Как бы вот так сразу, когда посмотришь, не видно. Но если всмотреться по чуть-чуть, можно увидеть. Ну, во-первых, Альфабет. Альфабет. Здесь же сам Идошка. Ты можешь все прочитать. Вот. А Габриэль у нас обожает приходить в его комнату. И разбрасывать все его игрушки. Просто это ее любимое дело. Все вот это вот она любит. Мы, конечно, мелочь всякую подняли на верхней полке, чтобы она не достала. Ну, вот здесь она любит, конечно, вот эта машинка Лего. Ну, она крепко достаточно сложена. Вот так что она приходит. Все здесь у него делает. Вот так вот. Так я к чему вообще начала сегодня рассказывать за дом? Господи, как всегда. Начали за здравие, закончили за упокой. Или как это? Вот видно сквозь окно. Вот дом моих соседей. Так вот, что хотела сказать. Вчера вдруг такой наплыв машин. Я думала сначала, что это все покупатели приезжают. А это, оказывается, приезжали, видимо, риэлторы на знакомство. Я не знаю, как работает этот бизнес. Вчера целый день на крутых тачках. Друг за другом. Я не знаю. У меня у человека было машин, ну, не знаю, 10-15. Приезжала. Прям друг за другом, как паломничество такое. Заходили, смотрели. То есть риэлторы приходят, видимо, в первый день ознакомливаются с жилищем. Как оно действительно визуально выглядит. Потому что мы зашли на МЛС, на сам сайт. И там немножечко все-таки фотографии, они искажают. Во-первых, этот дом почему-то выглядит шире. Он приплюснутый такой, как будто бы. И внутри все какое-то широкое такое. Все немножко как-то снято под таким углом. Мы, кстати, видели фотографа, который фотографирует, все снимает там на лесенках, лазит. Нам не очень понравился дом на фотографии. У них очень красивый бэкьярд сделан. Очень красивая патио у них там. Очень красивая. Но, если честно, ненамного от нашего дома отличается. То есть то же самое, что у нас. В общем, они его продают, этот дом, за 699 тысяч. Сейчас я так думаю себе, что даже, возможно, они его продадут немножечко дороже. Вот, ну, будет видно, посмотрим, я вам расскажу. Ну, в общем, короче, просто вчера было, что интересно, что целый день, как паломничество, ездили риэлторы. А сегодня уже приезжали, я видела люди утром. Уже три машины. Представляете, вообще сумасшествие какое-то. Вот подъехали очередные машины. Причем подъехало сразу два покупателя. Ну, они не могут как бы чисто физически находиться там. Это либо не два покупателя. Видимо, может быть, муж сначала приехал, а потом жена. Или, возможно, сначала риэлтор приехал, а потом как бы покупатель подъехал. Потому что вот так две друг за другом они встали. Ну, вот так это выглядит. Сегодня уже приезжало несколько машин. Я думаю, что они очень быстро продадут этот дом. Потому что сюда просто сумасшедший поток. То есть вчера был поток риэлторов, а сегодня поток уже клиентов с утра. Интересно, просто очень интересно. Это развивается просто прямо все на моих глазах. Тут, так сказать, открытая сцена. Вот. Так что вот делюсь с вами. Как только продастся, я вам скажу сразу.